Происшествие на горной дороге История начинается со знакомства с главной героиней Эллен. Мы видим, как она в своих мыслях под грустную песню куда-то едет среди ночи. Уже смеркалась, но наша героиня продолжала ехать дальше и дальше. Эллен надоедает песне, и она начинает искать новую радиостанцию, тем самым отвлекаясь от дороги. Вдруг перед ней появляется брошенное авто. Наша героиня не успевает затормозить и задевает машину. Эллен не справляется с управлением и влетает в ограждение. При ударе она бьется головой об руль и теряет сознание. Нас переносят в прошлое Эллен. Там мы видим, как она на первом свидании знакомится с парнем по имени Брюс. У них завязывается диалог. Брюс делится мнением, что этот мир гниет, а люди вместе с ним. Что когда начнется хаос и землю будут разрывать, он будет готов. Эллен это веселит, она говорит, что до этого еще далеко, и в этом мире еще много прекрасного. После нескольких свиданий Брюс везет Эллен в загородный дом. Который когда-то построил его отец. В детстве он часто с ним ходил на охоту. После Эллен проникается к Брюсу и они целуются. Дальше их страсть уже продолжилась в лесном домике. Нас переносят в настоящее. Эллен приходит с себя, оглядываясь по сторонам, не понимая, что произошло. Она проверяет свой телефон и, конечно же, тут нету связи. Ищет в сумочке фонарик и выходит узнать, чья это брошенная машина и где ее хозяин. Подойдя к машине, она видит разбитые окна, осколки стекла на сидении и капли крови. Светом фонаря она осветила кровавую дорожку, тянущуюся из авто в сторону ограждения. Внизу она видит темную фигуру, которая медленно появляется из леса. Эллен понимает, что человек этот ранен и извиняется за происшествие. Но подсвечивая фонариком, видит уродливое серое лицо, а за его спиной раненая девушка. Та, увидев Эллен, просит о помощи. Он хочет достать ножом Эллен, но та уворачивается и прыгает через ограждение. Кубарем скатывая с горы, Эллен бежит по лесу, в надежде оторваться от чудовища. Но тот преследует и не отстает от девушки. Та пытается спрятаться от него за деревом. И мы снова в прошлом Эллен. На этот раз нам показывают, как Брюс и Эллен уже пара. И встречается какое-то время. Брюс объясняет, что в лесу много что может ей помочь. Много всего, что может тебе пригодиться. И она может сделать что-то неожиданное. Далее мы видим что-то неожиданное. Он делает ей предложение. Эллен приходит в себя. Мастерит ловушки из палок и ножниц. Видно, что Брюс передал свои знания Эллен. Ловушка срабатывает. И она ранит маньяка. Мы снова в прошлом. И там мы видим, как Брюс продолжает тренировать Эллен. Теперь уже по стрельбе из пистолета. В городах стало небезопасно, как считает Брюс. И идет тренироваться с друзьями. Эллен это все не нравится. И нам показывают фото их свадьбы. И фото, где ее муж служил в армии. Далее Эллен готовит еще одну западню для маньяка. Волчью яму. После сразу делает из одной части ножниц и ветки стрелу. И что-то наподобие рогатки. Все это она прячет в кустах. Она ждет, пока маньяк придет за ней. Но вместо него выходит та самая девушка. Эллен не успевает ее остановить. И та падает в яму. И пробивает себе ноги острыми кольями. На ее крик появляется маньяк и ловит Эллен. Та использует свою ловушку с рогаткой. Стрела пролетает мимо маньяка и попадает в плечо Эллен. И та пытается убежать. Найдя странную постройку, она видит распятых мертвецов без глаз. Они окружили всю территорию. И от испуга Эллен убегает внутрь. Опять прошлое. На этот раз мы видим, как Эллен недовольна тем, что Брюс все реже и реже с ней. И больше с друзьями. С друзьями-психами, как выражается она. Брюс пытается объяснить, что он обучает ее и готовит к страшному будущему. Эллен говорит, что ей это все надоело. И она от него уходит. Настоящую. Эллен просыпается и видит вокруг себя много мертвых тел. И именно девушек. А сама она привязана к столбу. Далее назнакомится стариком Бадди, который тоже оказывается ненормальным. Он делится с девушкой информацией о том, что нынче таких, как она, тут многовато последнее время. И работы у него много. Эллис в шоке от слов старика. Далее он говорит, что называют его Мунфейс. Лунное лицо из-за цвета кожи. Маньяк находит девушек и в основном вырезает у всех глаза. Но не всегда. Так как они видели всю грязь и похоть. Эллен говорит, что поможет ему, если он развяжет ее. Но Бадди показывает ей, что тоже раб. Их разговор прерывается. Приходит маньяк. Он же Мунфейс. Он спускается вниз, нажимает кнопку. Вокруг все горит и кричат сирены. Он берет девушку, которая попала в капкан. Кладет ее, пристегивает ремнями. И специальным аппаратом высверливает ей глаза. Бадди притворяется, что не смотрит на это. Девушка умирает. И он делает еще одно распятие и выносит его на улицу. Эллен пытается найти способ сбежать. И старик ей подсказывает, что стрела, что застряла у нее в плече, ей поможет. И поддерживает ту, чтоб та выбралась. Эллен сквозь боль и слезы достает ее и снимает наручники. Бадди начинает кричать и смеяться. Она свободно, говорил он. Это услышал маньяк. Старик начинает танцевать и петь. Эллен отламывает кусок доски и бьет Мунфейса. И заодно и старика, чтоб тот заткнулся. Между Эллен и маньяком завязывается драка. Эллен подбирает нож, так как ее научил Брюс. Начинает кромсать того. Вонзая нож в грудь, выталкивает его в окно, где тот падает в пропасть. Он держится за остатки занавески, которая вылетела вместе с ним. Эллен смотрит на него, говоря, что за ночка. Да, Мунфейс? И уходит. Маньяк падает. Эллис находит пистолет и уходит прочь к машине. Там открывает багажник, и нам показывают мертвого Брюса. Последний раз нам показывают прошлое, где Брюс срывает свою злость на Эллен, швыряя ее из угла в угол. Пока Брюс рассказывает, какие все ничтожные, и что слабым не достанется ни черта. Эллен набрасывается на него и душит ремнем. Звук сирены. Старик связанный разочарованно смотрит на то, как Эллен вырезает глаза уже мертвому Брюсу, и делает из него еще одну куклу без глаз. Называя его дядя Брюси. Далее она убивает старика из револьвера. Распятый Брюси остается среди таких же мертвецов. Рассветает. Эллен отпустила прошлое, и она продолжает свой путь. Друзья, большое спасибо, что досмотрели до самого конца. Не забывайте подписаться, поставить лайк, и, конечно же, напишите комментарий. Скоро увидимся.